Секретный способ покупать товары в магазине. Я вам сейчас расскажу реально секретный рабочий способ, как можно купить бытовую технику, всякие там телефоны, аппаратуру. И все это в магазине с невероятным преимуществом. Об этом способе нет ни одного видео на YouTube, никто не говорит из педагогов или юристов, но я сейчас вам об этом расскажу. Это секретный способ, и он лежит у нас на поверхности. Смотрите, вот у нас есть закон защиты прав потребителей. И тут есть статья 4, она называется «Качество товара». Все мы знаем, что если товар некачественный, то в соответствии со статьей 18 его можно вернуть, если не вы виноваты в том, что разбили кувалдой телефон, а в том, что был заводской брак, и в ноутбуке перестал работать модуль Wi-Fi, или в телевизоре есть битые пиксели. Понятно, все мы это все знаем, все знаем, все это мы знаем, смотрим в соседние видео. Ну так вот, все, кто смотрит это видео, у вас есть секретный способ, как себя обезопасить и сделать заранее себе такую почву, что вам магазин не сможет отказать ни при каких условиях, если с товаром что-то пошло не так, даже если это не заводской брак. Очень интересно. Вы можете расширить вот это понимание, что такое качественный товар, именно для вашего случая. Смотрите. Открываем статью 4 и читаем пункт 3. Читаю. Если продавец при заключении договора был поставлен потребителям в известность о конкретных целях приобретения товара, выполнения работ, оказания услуги, продавец обязан передать потребителю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями. Вы вообще понимаете, что значит статья 4 пункт 3? Что вы можете расширить термин качества от, например, вот у вас есть пылесос, у него есть там норма по всасыванию воздуха, норма по сбору пыли, по сроку работы, по деталям, по электричеству. Вот это расписано в технической книжке. И вы, если что-то пошло не так, можете его вернуть. Но если вы используете статью 4.3 и предупреждаете сотрудника магазина о том, что вам нужно какое-то другое использование, то вы можете термин качества этого пылесоса расширить до невероятного уровня. Сейчас я приведу невероятные крутые примеры, и вы их, пожалуйста, запомните, пользуйтесь на будущее. Но в первую очередь говорю о том, что вы должны предупредить продавца не просто на словах. Этого достаточно, но лучше это за видео фиксировать или хотя бы записать на диктофон, или прийти с двумя друзьями, которые, если что, потом предупредят, что в магазин, ну, сотрудник магазина, продавец, был предупрежден вам, что вам нужен товар именно для этого. Итак, переходим к примерам. Например, самый важный случай. Вы покупаете видеокарту для майнинга. Вы не хотите на ней играть, пользоваться там в Word, Excel, в интернете ролики смотреть, вы хотите майнить. Сейчас на половине видеокарт стоит блокировка от майнинга. И вы говорите продавцу, я хочу купить эту видеокарту, даже майнить, думаю, немножко, на ней же можно майнить. И вам продавец говорит, конечно, конечно. Вам все так скажут, вообще не проверяя. И половина видеокарт выключит режим майнинга. И вы окажетесь с видеокартой, на которой нельзя майнить. Вы берете и возвращаете ее. Даже если в технических параметрах видеокарты написано «непригодно для майнинга». Если какой-нибудь AMD, Gigabyte, или там, кто еще их делает, Intel официально, или NVIDIA GeForce официально пишет, «видеокарта для майнинга не используется». Если вы предупредили сотрудника магазина, а он сказал «покупайте», значит, вы можете вернуть товар. Не ремонт, не брак, вы просто можете взять и вернуть товар сразу же. Просто запишите момент, как вы предупредили сотрудника. И когда я общался с многими потребителями, которые пишут мне вопросы на канал, оказывается, почти все в разговоре с сотрудниками писали или говорили какие-то такие вещи, типа «ну я для этого покупаю, а я для этого». А для этого пойдет? Пойдет супер. Только никто это не фиксировал. Фиксируем свидетелями, друзьями, или видеокамерой, или диктофоном. Все. Запомнили. Какие еще интересные примеры? Например, вы покупаете какой-нибудь там керхер, чтобы мыть машину. И вы вдруг обнаруживаете, что он не пригоден для зимнего использования, что зимой, когда минус 20, им нельзя, например, поливать на улице, а потом машину загонять в теплый бокс, потому что шланги замерзают и вообще он для этого не пригоден. Потому что у него зона температуры, по эксплуатации от минус 5 до плюс 45. А вы, сотрудник, говорите, «А я зимой буду машину мыть, я же смогу?» А он вам говорит «Да». И в этот момент вы это фиксируете. И когда керхер ваш не работает, вы несете его назад в магазин, вам говорят, «Так смотрите, вы используете в минус 20, а написано, что самая минимальная температура это минус 5». И тут вы говорите, «Но вы же мне подтвердили, что можно использовать зимой в минус 30». И упираете в статью 4, пункт 3. То есть, в чем заключается секрет? В том, что вы должны предупредить продавца, магазина, для чего покупаете. Например, вы покупаете айфон, чтобы играть им в теннис. То есть, вы берете айфон ваш и собираетесь использовать его как ракетку. Доводим, например, до просто гипертрофированного уровня. И вы играете айфоном вместо ракетки, в настольном теннисе, и снимаете это все на фронтальную камеру. И в какой-то момент ваш айфон, разумеется, разбивается. Вы идете в магазин и говорите, «Я играл айфоном в настольный теннис, и он разбился. Я могу его вернуть?» Если вы просто купили, то, наверное, нет, потому что он для этого не предназначен. Но если вы изначально сказали, что планируете записывать селфи-видео как будто бы, как будто бы глазами теннисной ракетки, то вы сможете вернуть айфон. Да, это бредовище, просто супергипертрофированный, гиперболизированный пример. Но можно ли его использовать? Можно. Значит, когда мы должны предупредить сотрудника магазина, прямо обязаны, о том, что будем использовать товар для такой-то цели? Первое. Когда он очень сложный, и мы не уверены, что он подойдет? Например, видеокарта, майнинг, или, например, эти слоты памяти DDR в такой-то материнскую плату, или этот процессор в такой-то сокет. Все вот это предупредили, купили, если не подошло, или потом что-то сломалось, легко возвращаем. Окей. Когда есть особые условия пользования, например, зима, сильный ветер, там высота низкая, например, там высокогорье, или наоборот, где-то под водой. И вот, кстати, особые условия входят и вода. Под водой, и подобное, подобное. То есть, вы, например, покупаете тот же самый наушники, и спрашиваете, а я же смогу плавать в бассейне с ними? Они говорят, да, да, конечно сможете, это все современная влагозащита. Вы начинаете плавать, наушники выходят из строя, динамик крепит, звук не работает. Вы возвращаетесь в магазин, и вы уже поняли, как произойдет. Пишите претензию, вам отвечают, возврат невозможно, так как обнаружены следы воды, потому что, то есть, это брак эксплуатационный. На что вы подаете в суд и говорите, ну, или еще одну претензию, о том, что нет, я ведь предупредил сотрудника, что хочу взять для бассейна, и буду плавать в них, значит, я буду использовать их в воде. И мне сказали, что все будет нормально. Магазин нам говорит, да быть такого не может, а вы им раз, и видеозапись, или запись диктофона. В этот момент вам вернут деньги. Вам вернут не по 18 статье, вам вернут по статье 4.3. Никогда я не слышал, что вы ее использовали. Однако, юристы об этом молчат, педагоги молчат, интернет молчит, но Роспотребнадзор не молчит. Роспотребнадзор на своих памятках, ЗПП ГИС, всегда говорит, предупредите продавца, для чего вы покупаете. Например, даже если вы планируете телевизор купить и повесить на стену вертикально, и рассчитываете, что он перевернет картинку как надо, а он не переворачивает, это уже повод вернуть. Если вы заранее сказали, что собираетесь телевизор использовать нестандартно, а вам сказали, да, он все перевернет картинку. Понятна логика? Об этом никто никогда не говорил. Это я уже третий или четвертый раз в видео сказал. Резюмирую. Скажите продавцу, для чего вы покупаете товар и что будете с ним делать. Просто так скажите. Если он сказал, что все нормально, значит покупайте. Запишите это и скиньте себе там в какой-нибудь архивчик на диск C, в папку разобрать. Через год или через два, когда у вас будут проблемы, вам это может пригодиться. И кто-то скажет, ну что, ополумили что ли зрители канала нашего, что теперь будут все покупки что ли записывать еще на диктофон, на видео. Да, сейчас никто не мешает. Вот вам, когда вы покупаете, вот этот момент покупки, это полторы минуты. Открыть видео, нажать, записать и скинуть там себе по почте и забыть про это видео. Но, если оно вам понадобится, когда оно вам понадобится, когда вы через три месяца решите вернуть товар, вы будете очень жалеть, что не потратили полминуты на запись видеоразговора с сотрудником. Окей? Потому что рассчитывать, что магазин там ведет аудиозапись, это не стоит. Максимум видеозапись, и то они скорее всего не будут вам никому ее предъявлять просто так. Поэтому, предупредить продавца о цели покупки и записать это на видео. 30 секунд сохранить себе в архив и пускай лежит. Зато вам будет легче и безопаснее. А уж в случае чего вы элементарно вот так вернете товар. Кстати, вот так же элементарно можно поддержать мой канал по номеру карты в описании. Вот он внизу, если вам это помогло. Посмотрите, какие уникальные советы я раздаю. Кто такое раздает на ютюбе? Нет такого. Какой там примитив везде в соседних видео? Вы просто гляньте, напишите защиту прав потребителей. Посмотрите, не меня, а их. Я смотрю, чтобы проанализировать их ошибки. И мне даже смотреть неприятно. Насколько там все вяло, тухло, или просто такая бредятина, что просто караул. А я стараюсь для вас. Номер карты в описании для микроскопического доната. 30, 50, 70 рублей, чтобы поддержать мои начинания. Буду вам благодарен. Увидимся в следующих видео. Пока.